Здравствуйте, уважаемые слушатели! Тема нашей сегодняшней лекции Базовая сердечно-легочная реанимация у взрослых Сразу хочу обратить ваше внимание на данный слайд Где мы видим цепочку выживания Которая состоит из следующих зрений Первое, это раннее выявление таких пациентов и вызов на помощь Раннее компрессия грудной клетки Раннее использование автоматического наружного дефибриллятора Далее уже применение медикаментов и средств медицинского назначения Если каждое это звено будет выполняться своевременно и качественно То у больного возрастают шансы не только выжить Но и остаться полноценным гражданином общества Цель нашей сегодняшней лекции Это ознакомить слушателей с основными методами диагностики состояния Требующих оказания первой доврачебной помощи Например, внезапная смерть И стандартам проведения базовой сердечно-легочной реанимации Рассмотрим пример Мы обнаружили человека, лежащего на земле Окликнули его, но он не реагирует Так как же нам быть? Главное в таких ситуациях не паниковать В первую очередь проводим мониторинг обстановки И первичную оценку состояния пострадавшего Проверяем, нет ли у пациента признаков остановки кровообращения Но естественно возникает вопрос Какие же они бывают признаки остановки кровообращения? На данном слайде перечислены признаки остановки кровообращения Это отсутствие сознания Отсутствие пульса на магистральных артериях Отсутствие или неадекватное дыхание Расширение зрачков и отсутствие их реакции на свет Изменение цвета кожных покровов И судороги Первые три признака считаются приоритетными И используются как основные при первичной оценке состояния пациента При наличии этих трех критериев Мы выставляем диагноз клиническая смерть И нужно начинать сердечно-легочную реанимацию Если нет противопоказаний Каковы показания и противопоказания к проведению сердечно-легочной реанимации? Сердечно-легочная реанимация не показана в следующих случаях Первое Если установлено, что с момента остановки сердца При нормальной температуре окружающей среды Прошло свыше 20-25 минут Или же больные заранее зафиксировали свой отказ от сердечно-легочной реанимации Также наличие признаков биологической смерти Опасность для реаниматолога Травма, несовместимая с жизнью Например, открытая черепно-мозговая травма С тяжелыми повреждениями головного мозга Или же множественные переломы ребер Наличие достоверно установленных хронических Или же онкологических заболеваний В стадии декомпенсации В иных случаях при оказании помощи На догоспитальном этапе Сердечно-легочная реанимация начинается немедленно Особо хотелось бы остановиться на признаках биологической смерти Какими же бывают признаки биологической смерти Так, они бывают ранними и поздними К ранним признакам биологической смерти Относится симптом кошачьего глаза Как мы проверяем данный симптом Если мы надавим на глазное яблоко больного с двух сторон То зрачки вытягиваются вертикально И приобретают форму вытянутого овала То есть как у кошек Поэтому симптом называется симптом кошачьего глаза Симптом тающей льдинки Или же симптом помутнения роговицы Описанный автором Белоглазовым И по-другому называется симптом белоглазова Так, если мы внимательно рассмотрим Посмотрим человеку глаза То глаза напоминают нам тающую льдинку Или же мы наблюдаем помутнение роговицы К поздним признакам биологической смерти Относятся трупные пятна и трупные окончания Возникновение которых происходит через 2-3 часа После остановки кровообращения Давайте теперь пошагово разберем наши действия Значит, первым делом мы должны оценить окружающую обстановку С точки зрения личной безопасности и безопасности пациента По возможности принять меры по их устранению После устранения опасности мы можем подойти к больному Вторым шагом является проверка сознания пациента Для этого мы окликаем больного Так, что с вами? Вы меня слышите? Как вас зовут? Откройте глаза И одновременно похлопываем по плечу Больной не реагирует Значит, мы сразу зовем на помощь окружающих Далее, для медицинских работников Обязательно визуальная оценка дыхания И определение пульса на магистральных артериях Как мы определяем пульс на сонных артериях? На данных снимках вы видите Определение пульса Обязательно с обеих сторон Как справа, так и слева Пульс определяется вторым, третьим и четвертыми пальцами Большим пальцем мы пульс не определяем Так как большой палец имеет свою пульсацию И мы можем ошибиться Следующим шагом является Восстановление проходимости дыхательных путей И оценка дыхания То есть, по нашему протоколу Не просто оцениваем дыхание А восстанавливаем проходимость дыхательных путей И потом же оцениваем дыхание Для этого мы выполняем Тройной прием сафара Если нет повреждения шейного отдела позвоночника Если имеется повреждение шейного отдела позвоночника То мы ограничиваемся двойным приемом сафара Как выглядит тройной? Это выдвижение нижней челюсти Открывание рта И запрокидывание головы Так Последовательность должна быть именно такой Так как в некоторых литературах описывается Сперва запрокидывание головы Потом открывание рта Выдвижение нижней челюсти В данном случае мы можем Если там имеется Инородные тела Или рвотные массы Если мы сразу запрокинем голову То рвотные массы Могут попасть в дыхательные пути Выполнили тройной прием сафара Параллельно наклоняемся Над больным Как видно на рисунке И оцениваем дыхание методом Вижу, слышу, ощущаю То есть мы должны увидеть Экскурсию грудной клетки Должны услышать дыхание И должны ощутить поток воздуха на щеках Мы провели проверку сознания, пульса и дыхания Отсутствие пульса, дыхания и сознания Дают нам возможность, как мы уже сказали Ставить диагноз клиническую смерть Если к вам на помощь подошли люди То персонально кого-нибудь из них Попросите вызвать скорую помощь На клиническую смерть И принести дефибриллятор А если же никто не подойдет То вы сами включаете сотовый телефон На громкую связь И сами будете звать скорую помощь Обязательно сообщение адреса Количество пострадавших Диагноз Представляетесь сами И начинаете подготовку больного К сердечно-легочной реанимации Для этого больного укладываем спиной На твердую ровную поверхность Снимаем стесняющую одежду По возможности поднимаем ноги На 30-40 градусов Занимаем правильное положение Возле пострадавшего Обычно положение справа от больного Если обстановка позволяет Если обстановка не позволяет То мы можем занять положение И слева от больного Так компрессии как они выполняются Перед тем как выполнить компрессию Мы должны правильно наложить руки на грудную клетку То есть расположить основание одной ладони На нижнюю половину грудины больного Основание другой руки ладони Поверх первой ладони Сомкнуть пальцы рук в замок И удостовериться что вы не соприкасаетесь с ребрами Локтевый сустав не сгибается Руки прямые Как видно на рисунке Частота компрессионных сжатий Должна составлять 100-120 сжатий в минуту Глубина вдавливания 5-6 см Грудная клетка Должна полностью расправляться После каждого сжатия Интервалы между сжатиями грудной клетки Должны быть минимальными Рекомендованное соотношение Сжатия вдохи у взрослых 30 к 2 Независимо от числа реаниматоров На данном снимке мы видим Куда мы именно должны дать То есть на грудину именно Ребер мы не касаемся Вот здесь она так выглядит И здесь же мы видим Что когда мы производим компрессии То есть мы проводим Не только непрямой массаж сердца Но и компрессию всей грудной клетки То есть здесь работает грудной насос Мы проводим компрессию И сердца, и легких И даже компрессия охватывается Эпигастральная область Что повышает давление в желудке И во время компрессии Содержимое желудка Может выходить в ротовую полость На что мы должны обратить внимание Но тем более мы знаем Что все реанимационные больные Потенциально рассматриваются Нами как пациенты с полным желудком После 30 компрессий Обязательно проверяем ротовую полость Если нужно очищаем Затем сделайте два вдоха Длительность каждого вдоха Одна секунда После первого вдоха Убедитесь, что воздух покидает легкое Приподнимите голову Наберите свежий воздух И сделайте второй вдох Немедленно возобновите массаж После проведения искусственной вентиляции легких Способы проведения сердечно-легочной реанимации Рассмотрим мы с вами два способа Первый Это когда у нас имеются безопасные приспособления Для искусственной вентиляции легких То тогда мы стандартно проводим 30 компрессий и 2 вдоха Какие же бывают безопасные приспособления Вот как видите на слайде Это мешок амбу Это лицевая маска с фильтрами Это специальные маски с клапанами А если нету этих приспособлений То мы можем ограничиться компрессиями То есть 100-120 компрессий в минуту Без искусственной вентиляции легких Тем более мы предварительно обеспечили проходимость Верхних дыхательных путей И при данном методе Искусственная вентиляция легких Она проводится пассивным путем То есть дыхание происходит пассивным путем Контроль эффективности сердечно-легочной реанимации Мы проводим каждые 2 минуты То есть опять проверяем пульс на сонных артериях И дыхание Если есть возможность Спасателя проводящего закрытые масштабы сердца Следует сменять каждые 2 минуты Так вообще 30 компрессий и 2 вдоха Считается одним циклом Мы проделываем 5 таких циклов И это будет считаться одним периодом На один период уходит около 2 минут Как только на место происшествия доставлен автоматический Наружный дефибриллятор Мы подсоединяем Включаем автоматический наружный дефибриллятор И далее следуем его голосовым и визуальным командам Автоматический наружный дефибриллятор Сам будет нам все подсказывать То есть наложить электрод на оголенную грудную клетку больного Как показано на рисунке Далее мы опять следуем голосовым командам Автоматического наружного дефибриллятора Автоматический наружный дефибриллятор Он проводит автоматизированный анализ сердечного ритма Пока проводится анализ Мы не касаемся больного Так как может это создавать помехи при анализе Дефибриллятор сам определяет ритмы Показана дефибрилляция или же не показана И будет нам об этом говорить Если дефибрилляция показана То мы должны убедиться Что никто не прикасается к больному И нажать на кнопку Как требует этот дефибриллятор Сразу же после нанесения разряда Мы продолжаем базовые реанимационные мероприятия В соотношении 30 к 2 Если дефибрилляция не показана То мы просто продолжаем базовые реанимационные мероприятия В соотношении 30 к 2 без промедления Далее опять следуем голосовым и визуальным командам Автоматического наружного дефибриллятора Критерии эффективности сердечно-легочной реанимации Это появление пульса на сонной артерии При каждом надавливании на грудину Это сужение зрачков Если они были расширены Истязновение бледности Цианоза Кожа лица становится розовой Появление артериального давления на плечевой артерии То есть может появиться систолическое давление до 60-70 мм ртутного столба Или же появление самостоятельных дыхательных движений Появление движений глазных яблок, конечностей или же головы Также возможно временное восстановление сознания защитными рефлексами на болевые ощущения Так если же появился пульс, а дыхание отсутствует В таком случае мы обеспечиваем проходимость дыхательных путей И начинаем КВЛ каждые 6-8 секунд То есть 8-10 секунд вдохов в минуту Безопасным приспособлением для искусственной вентиляции легких Не старайтесь делать глубокие вдохи и сильно выдыхать Достаточно 500-600 мл воздуха при каждом вдохе Если же появился пульс, появилось дыхание То больного мы укладываем в восстановительное положение Так, дальное положение предупреждает аспирацию И поддерживает проходимость дыхательных путей То есть корень языка не будет свисать и не будет перекрывать дыхательные пути Вот в таком положении мы дожидаемся скорой помощи Электроды не снимаем до прибытия скорой помощи Когда подъезжает скорая помощь, мы докладываем все, что мы сделали И передаем больному бригаде скорой помощи Когда же мы прекращаем сердечно-легочную реанимацию Если по ходу реанимации выяснилось, что она больному не показана Например, у больного оказалась хроническая болезнь Или же последняя стадия онкологического заболевания Полностью декомпенсированной стадии Или же мы нашли справку об отказе от сердечно-легочной реанимации Или же по ходу реанимации мы увидели ранние симптомы биологической смерти А также при использовании всех доступных методов сердечно-легочной реанимации Не отмечено признаков эффективности в течение 30 минут Если же мы наблюдаем эффективность сердечно-легочной реанимации То реанимация может длиться часами Или же наблюдаются многократные остановки сердца Не поддающиеся никаким медицинским воздействиям В таких случаях мы можем прекратить дальнейшее проведение сердечно-легочной реанимации Так, тут мы видим литературу Благодарю за внимание